Представлю первое звено у команды Кунг-Луни Ретар. Сегодня здесь Бросо Кэмпбелл и Юр. Чего как раз именно Кэмпбелл появляется из трех его звена в первом. Ну и первая пара в обороне это Райн Строу и Джейк Челиос. Уже довольно привычная первая связка в линии защиты на старте матча. Тут же бросает Матвей Мечков. Это уже игрок первого звена Сочи. Тинулин и остального в партнеры по звену у него. Мачулин и Голинюк. Первая пара в обороне. Голинюк продвигает шейбу дальше. Мечков. Вроде бы борьбу Матвей выиграл и навязал. Забросит 11 шайб. Учитывая, что парню всего 22 года. Это достойно. Вадим Кудакам. Пошел в сторону правого борта. Мечков принимает шайбу. Матвей еще вариант. И на лакросс заходит Мечков. И посмотрите, он забил. Это лакросс гол Матвея Мечкова. Я, конечно, предполагал, что сегодня в последней игре сезона против Куднули. Мечков может отжигать. Но два очка буквально за две-три смены. На Кудака. Затем ушел за ворота. Шейба подержал. И было видно, что он уже сразу заходил на лакросс. Да. Это красиво. Вот буквально только что говорил о том, что у Матвея теперь 16 баллов. Их уже 17. 9 плюс 8. И как здесь не вспомнить, что свой последний матч прошлого сезона, пускай это было и в МХЛ. Мечков завершил МХЛ, соответственно. Оба здесь на этом льду и оба в большинстве. Но по сезону цифры вот такие. Здесь не самые лучшие данные, что у Сочи, что у Кунлуня. Это касается и большинства, и меньшинства. Вброс от защитника постарался здесь уже Василий Мачулин. Как раз его набросы от синей могут быть очень даже полезными для команды. Мачулин. Неточная передача. И это потеря. Выбрасывает шеюбук Колин Кэмпбелл. И позволяет своей команде поменяться. Тем более, что скамейка близко находится. И самые лучшие данные, что у Сочи, что у Кунлуня. Это касается и большинства, и меньшинства. Вброс от защитника постарался здесь уже Василий Мачулин. Как раз его набросы от синей могут быть очень даже полезными для команды. Мачулин. Неточная передача. И это потеря. Выбрасывает шеюбук Колин Кэмпбелл. И позволяет своей команде поменяться. Тем более, что скамейка близко находится. И есть возможность довольно быстро выпустить свежих игроков. Николаев. Через центр переводил. Но не получилось сделать точный пас. Потому что очень здорово уже даже в полете сумел перехватить шайбу игрок Кунлуня. Вторая попытка захода в зону. Николаев. Направо адресует. Завгородний. Вдох на синюю. Подмещение нападающего Хафизова. Николаев наверх. Галенек. Еще одна попытка броска. Шайба доходит. Уже не хватало скорости Дмитрию. Подбирает шайбу игрок Кунлуня. Тайлер вон. Вот пока мы особо никого и не выделяем. В составе Кунлуни сегодня. Ну, кроме, разумеется, Кэмпбелла, который забил. И, наверное, Иппа, который поддавил. И вот здесь попытка организовать первую позиционную атаку. Передача. Бросок. Шайба не доходит до вратаря. Блокирует его Кудака. Пас направо. Вдох Матвей Мечков. Оставление. Тинулин. Смещается дальше. Передача Мечков бросает. И она зашла или нет? Похоже, что нет. И где-то там остановилась. Вот отсюда я не уверен, что она не зашла. Потому что она подскочила. И понять на повторах пока сложно. А здесь и, наверное, уже три гола. И если вдруг вы думали, что эта игра будет скучной, то, разумеется, это неправда. 2-1, Бага, перенесущий. А теперь и 3-1. И это вновь Артур Тинулин. Вновь именно при его участии организован. Здорово откился именно Тинулин. Нашел момент. Выждал Мечков. Сделал передачу. И поразил уже в третий раз ворота. Артур Тинулин. Такие цифры у него на спине. Такие только в обратную сторону. И на кубе Большого. Тинулин. Есть шанс. И четвертый гол оформить. Этому звену. И на льду, разумеется, не только Тинулин, но и Чем Мечков. Остальном. А вот здесь ответ. 2-2. Передача прошла. Колин Кэмбелл. 1-1. Он пытается обыграть. И едва не обыграл. Это было близкое. И в меньшинстве Кэмбелл убежал. Соответственно, далее смотрим до формата 5 на 4. Мечков вперед на Тинулина. Мечулин. У него уже 2 гола в последних матчах. Акцентирую на это внимание, потому что 2 было именно вот буквально за несколько игр. Оба в большинстве. Стально в борьбу пока проигрывает, но помогает партнер. Открывается Тинулин. Шаева принимает. Катит дальше. Перевод направо. Еще один бросок. Бросок уже в касание от Гараева. Локпас наверх. Мачулин. Амир Гараев. Мачулин принимает. Ищет варианты дальше. Рисует налево. Тинулин. У того вариантов просто нет. Только вперед. На Мечкова. Матвей возвращает. Тинулин. Передача. И даже возможно прострел. И еще один бросок от Гараева. Неужели штанга? Тинулин подобрал. Мечков пытается ближе. Любопытно. Но возможно есть. Просто цель поставить его на первое вбрасывание. Такое тоже может быть. Передача. И там открывался Мечков. Борьцы до конца. И Матвей. И Тинулин. Но они почувствовали, что соперник дает играть. И можно здесь себе статистику набить. Тут дело даже не в таковом куйнуне. А в том, что именно вот здесь и сейчас соперник реально дает играть. И многое получается. Если даже Мечков забивает лакросс гол на уровне КХЛ. Пас на синюю линию не прошел. Это уже перехват за 5-ки большим до окончания первого. Совсем древние чемпионаты. А вот последние лет 6-7. Только один раз он набрал больше. И при этом здесь сыграл гораздо меньше матча. Отвечает Сочи. Матвей Мечков сам же открывается. Дальний бросок. Шейба не доходит до вратаря. И Куньболь пытается отъехать быстро. Не получается. Вновь Мечков принимает. Полетел дальше Матвей. Бросает в дальний угол. И ведь с этой же позиции как раз этому вратарю Мечков забивал в третьем периоде прошлого очного матча. Тогда он вложил Шейбу прямиком в дальнюю девятку. Но я думаю, что сегодня, глядя на игру Мечкова и Тинулина, они могут продолжить так и дальше. Но, конечно, бывает так, что ты играешь здорово. Я думаю, что блоков в такой игре, наверное, будет немного. Но здесь именно так произошло. Тянули на ставление. Горай в дальний угол. И поэтому я думаю, что вероятность того, что их кто-то выкупит, ну, конечно, есть. Но, скорее, они останутся здесь. Так что, в целом, не жду. Поэтому не исключено, что больших изменений в составах этих команд не будет. Точечные, да. Но вот даже при четырех голах пока большинство не покоряется никак этой команде. Но, разумеется, на льду появляются и Мачулин, и Мечков, и Тинулин. Я думаю, что Амир Гараев все самые заметные для большинства игроки. Тинулин направо, Гараев. И это потеря. Тут же перехват. Вот Кунгурян. Родов протащил и секунду какие-то все равно украл. Тинулин не рискует. Подобрал шейбу унов Артур. Смещается выше. Пошел дальше. Амир Гараев. Тинулин. И слева Мечков. Вот парень, который, несмотря на левый хват, как раз в большинстве может завершать именно слева. Например, отсюда. Но это был больше не бросок, а рикошет от конька. Тинулин. Отскок от борта, но благоприятный для его команды. По заворотам. Стальнов. Пока нет никого перед воротами. Вообще никого. Ни Стального. Ни Мечкова, например. Но по идее Стального должен там играть. Вот только себе отправляется туда донат. Но все-таки уже шайба до ворот не доходит. Мечков. Бросает сам Матвей. Тут же отражает шею его джиросик. И в результате его команда затем обстанавливает. Мечков пытался попасть в створ ворот. Не получилось. Но по крайней мере контроль остался его команды. А вот здесь почти один на один. И вот казалось по картинке, что вроде бы уже должен был убегать. Родоволт. Однако соперник был перед ним и ситуацию проконтролировал. Проброса нет. Шайбу выносит очень далеко Бердин. Совсем недавно был у Михаила просто выдающийся матч. Абсолютно выдающийся. Я думаю, что на взрослом уровне наверняка лучше в карьере. Когда он отразил в матче против Нефтехимика 61 бросок. Это просто невероятно. И Вахел не проверял. Но я думаю, что подобного не было. 40-50 могло быть. Но больше маловероятно. Еще один бросок. Это уже спроул. Борьба продолжается за воротами. И в результате сочинцы ее оставляют за собой. Вот специально прямо после удаления заблокировку. Перехват. Кафизова. Бросок в дальний угол. Шайба туда не пошла. Мечков. Матведиц и коньками пытается и клюшкой Шайбу выцарабить. Но вспоминая момент в начале первого периода, когда он выиграл борьбу возле борта. Похоже, ситуации почему нет. Вот сегодня, как кажется, все-таки игра домашняя. И мотивации даже в такой ситуации. Вторая минута до окончания второго периода. Который пока по счету тоже за Козеевым льда. Но есть шанс еще подровнять цифры. Именно в этом периоде. Для этого Куйну не нужен гол. Неудаление ли. Потому что, похоже, мяч еще в порядке. И смотрим за. Большинством Сочи. А ведь на льду-то мячков. И в теории он может остаться. Но пока, видимо, катит на скамейку. Матвей. И ждем появления, соответственно, звена Николаева. Хафизов. Оставляет на синие. Шайба, похоже, вышла. Да, не успевает закрыть зону Александров. Катил по мысли правильно. Но все-таки уже пас был. Ранабор организовать. Ждем данных и по ассистентам с учительным голом. Потому что, по идее, там была передача. Но пока не официально никого. Зен-Джан вслед за ней покатил Ивашенко. Тут явно покрупнее. Но Джан, конечно, всегда идет до конца. Всегда борется. Неважно, выигрывает борьбу или проигрывает. Но все равно. Рич. И только Рич, да. Вот тот самый. Богатенький, исходя из его фамилии парень. Набирает еще один балл. И у него уже сегодня две передачи. Отличная игра. Ну, наверное, это один из лучших матчей за весь сезон. Для нападающего Алиса Рича. И еще один шанс для Сочи этим временем. Это уже звено номинально третьей. И два не забило. Отвечают гости. Формат трип-два. Напрашивается передача. И она прошла. Но вот только завершить не получилось. И смотрите. Кун Лун сейчас игру вполне может перевернуть. Всего как раз большая часть игроков. За эту команду играть и продолжать. Человек может момент создать. И поэтому нужно идти до конца. До конца идет и Матвей Мечко. Но Фрэм его накрыл. Еще раз за Кун Лун. Чужую зону. Перевод на лево. Попытка от Клиффорда Пу. Шайбой овладеть. Заканчивается ничем. Уже даже от лицевого борта. Клиффорда Пу. Здорово вошел в зону. Скино шейба вперед на Сен-Джана. Спроу. Еще один дальний бросок. Рикошет. Отскок. Бросок. Ближний угол. И на месте Бердер. Первое звено сочинения. Это уже Мечко в зону вошел. Но его быстренько выдавили. И приходится делать то же самое по новой. Снадцатого года. То есть по сути он нигде так много не играл, как в Сочи. Даже в Северстале. Где карьеру и начинал. Поскольку это для него родная команда. За Клесли на ближнего игрока. Там уже давление от Гараева работает. И вот даже интересно. Удастся ли именно этому звену сочинить еще. Потому что в третьем периоде моментов уже как раз у этих ребят пока немного. И в основном мы говорим про то, как хорошо играет в атаке Кунь-Лунь. В том числе и благодаря атакам позиционным. Например, сейчас передача в центр. Можно бросать. Но пошел дальше Брэндон Ип. Ищет варианты. И вот здесь с броском его партнер. Шайба таки дошла уже до крайнего нападающего. Еще разок. И попытка подставления на сей раз. 5-25 до конца. Это в принципе с Николаевым. Ну и в принципе из той команды мало кто смог пробиться в КХЛ. А вот как раз Николаев и Пятьков добрались. Почему до хорошего уровня играют в КХЛ. Играют на лидерских позициях. Тогда Пятьков был вообще по сути лучшим игроком в регулярке у своей команды. А вот Николаев чуть отставал. Но все равно было видно, что этот парень довольно интересный. Перехват все временем. Это уже Матвей Мечков. И бросает сам резко. Такие моменты при его части тоже вполне привычные явления. Тем более сегодня. В день, когда он проводит свой лучший матч на уровне КХЛ. Еще раз бросок. Мечков первый на подборе. 3.20 до конца. Мечков, передача можно завершать. И это Горайев. Тянулин с отрицательного не стал рисковать. Передача Мечков на ворота. И тоже достойным того, чтобы они говорили. Выстрелили такие игроки Кульнуни. Но и последние 27 секунд этого сезона для Сочи, для Кульнуни пошли. Вбрасывает Шайба Матвей Мечков. Не можно последнее вбрасывание. На этом льду сегодня. Шайба выброшена. Тачилкин не успел за ней. Бердин. Ух ты, здесь едва не напожарил Михаил. Потому что Герман Тачилкин здорово сыграл. Пошел до конца. И борьбу навязал. Напрашивается пас. Но все-таки уже не прошел. Последние секунды третьего периода. И соответственно матча. Матча.